Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. От общего анализа эффективности сайта, который, я надеюсь, для вас стал понятен как таблица умножения, мы переходим к конверсии и рекламе. Второй блок, который связан с прибылью, а в случае с НКО с привлечением пожертвований, волонтеров или просто внимания к мероприятию. И начнем из компаний и UTM-меток. В первую очередь это относится к рекламе и работе PR-отдела. Например, договариваясь с блогерами Facebook о рекламе вашего сайта, вы не просто отправляете им ссылки на страницы сайта, а добавляете к каждой ссылке, отправленной разным блогерам, специальные метки, которые называются UTM-метками. И потом в аналитике не просто узнаете, что из общего количества трафика из Facebook какое-то количество заходов было в рамках договоренности, а сможете даже отследить, от какого блогера трафика было больше и как вели себя пользователи, которых привели разные блогеры. UTM-метки напрямую связаны с компаниями. Вот в Google Analytics у нас есть компании, у прожектора их несколько, но нет возможности добавить новую. Что же это тогда такое, если это нельзя добавить? Дело в том, что компании добавляются не в аналитике, а на стадии размещения ссылок или запуска рекламных компаний в Google Ads или Яндекс Директ, и связаны они с UTM-метками. UTM – Archin Trading Module – модуль отслеживания от Archin. Archin, кстати, это компания, которую в 2005 году поглотил Google и которая стала впоследствии Google Аналитикой. Так вот, это придуманный этой компанией алгоритм отслеживания переходов по ссылкам. Вот у нас сайт прожектора. Берем какую-нибудь страницу. Вот, скажем, программа. У нее есть URL. Если мы возьмем этот URL и добавим к нему какую-то техническую информацию, URL у нас не поменяется, ну то есть он также будет вести на эту страницу. А вся эта техническая информация будет считываться аналитикой и давать дополнительную информацию о том, откуда по этой ссылке перешли. Сейчас мы сгенерируем UTM-метку и все станет окончательно понятно. Прописать UTM-метку можно и вручную, там нет ничего сложного, но мы воспользуемся генератором. Буквально первым попавшимся там сложно вставить какой-то вредоносный код в URL, так что можно не опасаться. Во-первых, нам нужен URL-страницы. Именно страницы, на которую мы заводим трафик. Не забывайте про http и https. И далее поля. Вот эти три являются обязательными. Тут нет правил заполнения, можете писать все что угодно, но лучше следовать устоявшимся правилам. Источник — сайт, с которого пойдет трафик. Если вы в рамках одной компании размещаете ссылку на разных сайтах, можно указывать разные UTM-сорс для разных ссылок, и вы потом сможете их различать. Наверное, непонятно пока. Давайте я сейчас просто заполню, и когда вы увидите результат, мы вернемся сюда и объясню, какое поле про что и зачем их заполнить. То, что понятно уже сейчас — это поле названия компании. UTM-кампейн. Это то, что мы уже видели в аналитике. То, что было у сайта Прожектор. Предположим, мы хотим разместить ссылку на Прожектор на партнерских сайтах. Их много. Все они добавят ссылку 19 июня, поэтому так и назовем сайты 19 июня. Тут два необязательных поля, но про это я тоже расскажу. В некотором смысле это пометки для вас. Точнее, если это динамическое объявление, и оно связано с Google Ads, два слова об этом скажу в конце, то тут был бы ID объявления и ключевое слово соответственно. Но так как у нас эти графы вакантны сейчас, впишу сюда комментарий для себя. Например, мы сеем ссылку по куче сайтов, но один для меня особо важен — сайт свельта.ру. Я это укажу здесь и попрошу админа на свельте добавить именно эту ссылку. На остальных сайтах буду сеять без UTM-контент. Все. У нас есть результат. Вот как это выглядит. Я думаю, синтаксис предельно понятен и вы сможете менять атрибуты вручную. Вот название компании. Можно просто вписать другое. Ну а мы попросим разместить именно эту ссылку. Админ добавил ее в статью. Человек по ней перешел на сайт прожектора. Видите, кстати, к адресу добавилась вся наша UTM-метка. Но мы сейчас на той же странице, что и без нее. А в Google Analytics в разделе компании мы видим один переход в рамках компании с сайта 19 июня. А если заглянуть глубже, то у нас есть еще источник и канал. А где же наша свельта? Наша дополнительная метка в UTM-контент. А вот она. В дополнительных параметрах — содержание объявления. Теперь вернемся к UTM-метке, разберем поля и поймем, зачем они. Если вы запускаете компанию, скажем, на трех сайтах, можно сгенерировать три ссылки под три разных сайта и потом сравнивать в рамках одной компании. Если вы запускаете в рамках одной компании разные виды рекламы, например, контекстную рекламу, email-рассылку и просто ссылки на сайтах, то это можно указать здесь, в UTM-medium. И при таком раскладе в аналитике у нас будет одна компания, но разные каналы трафика. Хотя, конечно, по опыту редко кто ранжирует по каналу-источнику, если уж запускают контекстную рекламу, то запускают ее как новую компанию. Кстати, я обещал рассказать про динамические объявления и контекстную рекламу. Это большая и сложная тема, возможно, даже тема для отдельного курса, но в общих чертах если добавлять в UTM-контент динамический параметр Creative, а в UTM-term Keyword, то вы сможете видеть в аналитике ID объявления и ключевое слово, по которому пользователи перешли на сайт. Это вот прямо совсем в общих чертах. Конечно, там много тонкостей, но в целом таким образом можно отслеживать эффективность рекламы. Потому что сам факт перехода на сайт еще не говорит об эффективности рекламной компании. Тут важно поведение на сайте и достижение целей. Соответственно, дальше вы уже можете настраивать цели, настраивать сегменты и анализировать эффективность той или иной компании или разных каналов внутри одной компании по принципам, по которым анализируете поведение пользователей. Собственно, по тем принципам, о которых мы говорили в предыдущие 9 уроков. Кстати, вот тут наглядно видна разница, о которой я забыл упомянуть, когда рассказывал про сегменты. Мы можем выбрать фильтрацию пользователей или фильтрацию сеансов. По пользователям у нас на каждом источнике трафика по три сеанса, что не соответствует действительности. У нас один пользователь зашел по ссылке с CPC, второй по Article. Но на самом-то деле пользователь был один, поэтому он попадает в тот и другой сегменты со всеми тремя сеансами. А если мы выставим фильтрацию по сеансам, то сможем их разделить. Вот сеанс с CPC, а вот сеанс с Article. Одним словом, UTM-метки дают вам огромный запас для маневра. Вы знаете все о привлеченном трафике, то есть если опять вспоминать блогера, то можно в разные его посты вставлять разные ссылки с разными метками и смотреть какой пост, какого содержания принес больше трафика. И насколько этот трафик был более целевым. Ну то есть дальше начинается уже искусство работы веб-аналитика. Но все инструменты для этой работы у вас уже есть. А осталось только научиться рисовать. Это я образно.